Ciao, buongiorno! Сегодня в рубрике «Regiamo in italiano» у меня такая необычная книжка. Это Нарине Абгарян, но на итальянском. Это автор, она живёт, работает в Москве, но вот эта вот книжка, я раньше ничего не читала из неё. Эту книжку мне подарила моя студентка Анна. Она привезла её из Швейцарии, куда Нарине приезжала презентовать эту книжку, переведённую на итальянский язык. И она у меня есть с автографом-автором. Такая необычная книжка. У меня не было ещё до этого книг с автографом-автором. Здесь один роман, который разделён на три части, называется «E del cielo cadere o tremere». «И с неба упало три яблока». «E del cielo cadere o tremere». «Vrimoto» глагол cadere тут стоит. И что мне было очень интересно, сначала посмотреть, кто её перевёл. Переводила её итальянка. Франческо, нет-нет-нет, традиционная даль руссо, Клаудио Дзонгетти. Всегда очень интересно, кто берётся за перевод. И вот итальянка её перевела, эту книжку. Наверное, было очень сложно переводить, потому что здесь очень много названий. Действия происходят в Армении, в маленьком таком каком-то селе, наверное, маленьком населённом пункте в Армении, в какой-то долине. И тут три таких истории. Книга 200 с чем-то страниц. Прочитала достаточно быстро, потому что она захватывает, лёгкая такая, с примесью фэнтези. Так как я считаю этого автора впервые, мне было очень интересно. И для обзора я выбрала вот такой вот кусочек, который мне очень понравился и в смысле лексики, и в смысле свои наполненности. Давайте вам прочитаю и потом переведём. Сальварантас Ованыс, это имя фамилья, preparava uno забаione спумoso, facendo tintinnare la forchetta senza pietà. Ogni mattina, in curante della stagione, di cosa accadeva intorno e di come stava, la sua colazione era sempre e solo quella delizia, cui faceva seguire un tè bello carico, con qualche folia di timo и una сигарета, che si preparava da solo и che fumava con sommo piacere, фиссando il вapore caldo e profumato del tè, che si staccava dalla танца, а волюте дэнсэ. Вот такой вот милый кусочек, такая, да, ежедневная, ежутринная рутина. Я, наверное, выбрала почему, потому что утро для меня самый классный отрезок дня. И тоже у меня какие-то есть такие ритуалы, которые я постоянно делаю с утра, поэтому он мне запал в душу, и именно на нём я решила остановиться. Давайте рассмотрим его поподробнее. Сальваранс Ованес preparava uno zabaione spumoso, facendo tintinare la forchetta senza pietà. Сальваранс Ованес готовил свой zabaione, zabaione – это такой десерт из желтков, яиц, с сахаром и с вином иногда бывает, facendo tintinare, то есть постоянно звеня вилкой без сожаления, то есть сильно, да, звеня вилкой. Ogni mattina incurante della stagione di cosa accadeva intorno e di come stava, la sua colazione era sempre solo quella delizia. Каждое утро, независимо от времени года, и отлично, да, такое выражение «incurante della stagione» вне зависимости от времени года, вне зависимости от того, что происходило вокруг и как он себя чувствовал, его завтрак был всегда и только эта сладость, это наслаждение, «Куй faceva seguire un tè bello carico con qualche folia di timo», за которым, когда вы видите «Куй без предлога», это значит, что здесь предлог «A», «Pushin», да, «Куй faceva seguire un tè bello carico», то есть за которым следовал, да, то есть он этот десерт запивал чаем, в который добавлял несколько листиков timiana, и «э уна сигаретта че си препарава да соло и че фумава кон соммо пиачере». И его завтрак завершала сигаретта, которую он сам приготовил, и курил её с неискрываемым удовольствием, с не высшим удовольствием, потому что «соммо» это превосходная абсолютная степня, от слова «alto». «Fissando il vapore caldo e profumato del tè che si staccava dalla tazia e volute dense». Наблюдая за горячим паром и ароматом чая, да, пар, который отделялся от чашки такими плотными кольцами. Вообще, такое настроение создаёт сразу утреннее, какое-то, не знаю, окунает в атмосферу, вот по этому кусочку мы видим, как автор может воспроизвести какую-то атмосферу, да, чтобы ты тоже почувствовал, как вот этот вот чай, когда ты на него смотришь, этот пар, который от него поднимается. Конечно, в этом на рене, даже на итальянском, очень классно передаётся всё вот это ощущение быта, как всё неспешно делалось, какие-то вот такие вот радости, маленькие жизни, потому что, я думаю, что на русском это ещё лучше выглядит, потому что всегда при переводе что-то теряется. Интересно, как этот отрывок вообще в оригинале звучит, но вот я вам его перевела, как было, и выписала здесь интересные выражения. Давайте по ним ещё раз пройдёмся, я вам их скажу. Avalutudensi мне понравились, это плотные кольца, да, Avalutudensi, то есть пара написывает, как выходил из чашки чая. Incurante della stagione, вне зависимости от времени года. Sommo, как превосходная степень, alto, то есть можно сказать altissimo, да, она выбрала sommo piacere, переводчика, тоже очень много вкладывает, да, в свою работу. Обычно ты считаешь, что переводчик просто что-то переводит, на самом деле там такая работа грандиозная стоит, вот наравне с автором книги. Tintinare, звенеть, да, вот этот вот звук, он обычно всегда колокольчиком каким-то, да, то есть таким звенящим звуком, то есть с вилкой я его ни разу не слышала этот глагол, мне он очень понравился. Izzabajone, Izzabajone мне тоже очень понравился, потому что в Италию, если вы приезжаете, Izzabajone, во-первых, это очень известный десерт, это такой бисквитный какой-то торт, а также Izzabajone всегда бывает как вкус мороженого, поэтому, когда у нас откроют границы, вы будете в Италии, увидите вкус dzabajone, попробуйте обязательно, в Италии это очень-очень вкусно. И рекомендую вам эту книгу к прочтению, как, наверное, на русском языке, я думаю, она вам понравится, потому что там очень классный такой сюжет, немного сказочный, немножко такой, наверное, фантастический, но очень милый, очень такой окутывающий любовью, захочется остановиться, захочется вам побыть ближе к природе, захочется, наверное, поехать по деревню, понаслаждаться такими простыми радостями жизни, поэтому отличная книга и на итальянском, я её прочитала с огромным удовольствием, и я думаю, что на русском она вообще классно пойдёт. Читайте по-итальянски, читайте по-русски, просто читайте, чтение — это путешествие. Чао, грации!